Давайте для начала вкратце очень познакомимся. Меня зовут Алексей Охременко. Мой твой твиттер, ай, нижнее подчеркивание, бой. Недавно ездил на Google.io, и там просто все ко мне подходили и просили сфотографироваться. Лив Веров просил очень сфотографироваться. Эдди Османи. Я говорю ему, нет, подождите, ну я же отдыхаю, мне некогда. Он говорит, нет, ну слушай, когда мы тебя еще увидим? Да, на Google.io, собственно, поларишь. Ребят, ну узнаете, собственно говоря, всех. Сам я работаю в компании Apenweb. Ребят, очень коротко. Кто слышал про компанию? Ребят, есть такие люди? Да, мне кажется, все те же, кто были на моих докладах. Те, кто не был, очень коротко. Компания Apenweb – это компания, которая занимается на рынке рекламы, RTB и программатикой рекламы. Очень сложно объяснить, на самом деле, конкретно, чем занимается, но можете думать о нас, как о ребятах, которые помогают делать бизнес успешным. И мы работаем, собственно, в этих направлениях. RTB, SSP, DSP. И если кому-то интересно, вы можете просто вот эти ключевые слова посмотреть, и вам будет понятно. И кому интересно, ну, подходите после. Так, сейчас, извиняюсь, сейчас одну маленькую секунду. Кто сериалы смотрит, ребят? Да, 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 ну, почти все руки. Кто посмотрел хотя бы шесть сезонов каких-нибудь сериалов? Шесть сезонов просто, достаточно шесть сезонов. Так, очень много рук. Запомните, это очень важно. Так, сейчас, секундочку. Смотрите, пару слов о предыдущих докладах. У меня есть два интересных доклада. Один про солидный JavaScript, другой про состояние состояния. Это два интересных доклада, обязательно на них посмотрите. Так, небольшой спойлер. Так, сейчас, секундочку. У меня немножко старая версия слайдов, но будем надеяться, что ее будет достаточно. Сейчас убедимся, если что, заменим. Смотрите, начнем с небольшой истории. История очень простая и знакомая, довольно, думаю, многим. Приходит новый программист на проект. Он приходит, радостный. И первое, что ему приходит, мысль, а давайте все перепишем. Да, соответственно говоря. А потом, ну вот, он вроде высказал хорошую идею. Он посмотрел, код плохой. Предлагает, давайте перепишем. А тут все делают фейспалмы дружно. И он понять не может, а почему? Да потому что он уже 20-й на проекте. 20 человек уже пытались и уволились, или просто сдались, или еще что-то с ними произошло, пока они пытались что-то сделать, как-то переписать этот проект. Знакомая ситуация кому-то? Нет? Кто-то слышал? Да, очень много рук. Смотрите, все это происходило по одной простой причине. По одной конкретной простой причине. То, что людям, скажем так, не хватало знания об одной вещи, а именно о рефакторинге. То есть есть одна очень интересная, очень важная вещь, называется она рефакторинг. Скажем так, сейчас я попытаюсь объяснить и немножко донести, что это такое. Так, сейчас это небольшой спойлер. Смотрите, на примере того, где, куда, когда, откуда, почему, зачем и как, мы пытаемся понять, что же такое рефакторинг, чем он нам полезен, как с ним вообще работать-то можно. И давайте для начала вопрос, почему. Почему нам приходится что-то рефакторить? Все же хорошо было. Начинается всегда хорошо. Начинается, что давайте попробуем, давайте быстро прототип сделаем. О, прототип классный. Давайте быстро архитектуру какую-нибудь. Давайте в продакшн это все. Раз, раз, быстренько. И все вроде бы хорошо, но технический долг, увлечение дизайн-паттернами или фишками языка. Также еще есть пару пунктов, которые здесь, к сожалению, версия слайдов не та. Также, допустим, увлечение технический, ну, технический долг. Много всего происходит, и это все накапливается. То есть причин, на самом деле, очень много. Но теперь другой вопрос. Окей, мы понимаем, почему это происходит. Давайте сейчас посмотрим, где. Да-да-да, короче, в общем, сейчас будем немножко быстрее, немножко живее, зато будет интереснее. Так, давайте для начала возьмите свои салфетки, которые у вас есть, и положите их ромбиком. Убедитесь, что сторона, которая открывается, ну, которая является закрытой стороной, она находится слева снизу относительно вас. То есть вот как здесь показано. Убедитесь, что это обязательно, это очень важная вещь. То есть убедитесь, что она слева снизу. Да, все, смотрите, это важно. Так, еще раз, меня зовут Алексей Хременко. Собственно, Леви Роу, шутка, шутка, шутка. Также маленькие вещи. Пятиминутка ангуляр, дополнительно подписывайтесь, очень интересно. Также организую метапы разнообразные. Метап, собственно, тиньков.ру. Добавляйтесь, скоро в Питере будет классный метап. Приезжайте или кто там, заходите. Вот несколько ссылок на групп. Ангуляр.су, обязательно заходите. Ссылка очень классная, где у нас ребята… Давай, стой. Собственно говоря, вот, да, скажите спасибо. Огромное количество ссылок мониторятся там, и это общая такая база знаний ангуляров. Сам я работаю в компании Panweb, и Panweb – это компания, которая занимается RTB. Всем понятно, всем спасибо. Либо, смотрите, про историю, собственно, я уже рассказывал. И теперь смотрите, про рефакторинг. Теперь, так как про рефакторинг я уже сказал, следующий этап. Смотрите, возьмите вашу салфетку и сверните ее уголком, собственно говоря, так, чтобы у нас, грубо говоря, получилась такая линия посередине нашего ромбика. Сделайте так, чтобы у нас получилась такая линия посередине нашего ромбика. Убедитесь, что она у вас есть. Я дам вам буквально 10 секунд на это. Это более чем достаточно. Так, все. Теперь смотрите, к вопросу почему, я еще раз на всяких срочах повторю, у нас бывают причины технический дорк, увлечение паттернами фишки, изменение требований на ходу, малое автобусное число. То есть просто люди не знают, как код работает, поэтому он сложный. Просто уже нет того человека, который этот код писал. Написали там, я не знаю, 2 миллиона срочек кода. Ну и другие причины, собственно, у нас происходят. Так, теперь следующий этап, который мы делаем. Смотрите, к нашей линии надо завернуть, получить небольшой конус своего рода. То есть один уголок перевернуть, чтобы сделать, у нас получилась вот такая красивая фигурка, как мороженка. То есть мы сейчас делаем приблизительно мороженку. Так, теперь смотрите, где необходимо рефакторить, в каких ситуациях. На самом деле, неважно, на чем вы пишете, JavaScript, TypeScript, вообще любой язык, рефакторинг вам подойдет всегда. Это универсальное средство, которое просто необходимо в любой ситуации. Есть только несколько ситуаций, когда рефакторинг вам не нужен. К примеру, если у вас сайт-визитка, у вас маленький размер кодовой базы, естественно, рефакторить нет необходимости. Крут-сайты. То есть сайты, которые просто обрабатывают обычные крут-запросы. Лист. То есть яркий пример админки. То есть при всем моем желании админки, их проще сгенерировать каким-нибудь скафолдер или CMS-кой заново, чем нежели рефакторить, улучшать или еще что-то делать. Поэтому если у вас очень простая админка, не юзер-ориентированная, то, возможно, нет смысла ничего рефакторить, а проще сгенерировать еще раз что-то. Отсутствие изменений в будущем. Если вы точно уверены, что эта кодовая база изменяться не будет, то зачем что-то менять? Нет смысла в этом, к сожалению. Смотрите. Теперь возьмем второй наш уголок и сделаем, собственно говоря, такую форму из мороженого. Такая мороженка у нас наконец получится. Красивая и интересная, собственно. Так, окей, получилось мороженое. А теперь давайте вопрос, куда? То есть мы хотим что-то делать. У нас есть какая-то начальная точка. Мы хотим куда-то дойти. Куда мы хотим дойти? То есть куда рефакторинг позволяет нам дойти? Первое, что мы хотим… То есть каждый раз, когда у нас возникает желание что-то сделать, что-то улучшить, мы хотим создать что-то новое. Потому что нам надо внедрить какую-то фичу. Мы понимаем, что внедрить ее тяжело, и мы хотим отрефакторить, чтобы внедрить сразу эту фичу. Неправильно. Так делать нельзя. Рефакторинг вообще не об этом. Рефакторинг — это именно об изменении кода без изменения работоспособности. То есть вы фактически не меняете ничего. Рефакторинг — о том, что вы переписываете код, а в результате с внешней стороны ничего не меняется. Даже термин говорит о том, что это процесс изменения внутренней структуры программы, не затрагивающего ее внешнего поведения. И вот здесь есть плюс номер один, который вы можете использовать для того, чтобы продать рефакторинг вашим менеджерам. Что ничего не сломается, нет рисков. То есть в этом плюс рефакторинга. У вас нет никаких рисков, ничего не сломается, потому что программа будет вести себя ровно так же, как и вела. И сейчас у менеджера и у вас может возникнуть вопрос. А зачем тогда нам что-то делать, если в результате ничего не изменится вообще? Абсолютно. В чем плюс-то тогда? А здесь есть такая ситуация, что рефакторинг вам позволит вносить новые изменения более быстро, более эффективно. И значительно уменьшит время работы, которое вам необходимо на поддержку кода, на внедрение новых фичей. То есть плюс второй, он будет следствием того, что вы что-то отрефакторили. То есть фактически вы не сразу получите новую фичу. Вам новую фичу будет намного легче вносить. И вообще, возможно, даже не потребуется что-то делать. Теперь смотрите, возвращаемся к нашей мороженке. И теперь давайте ее перевернем на другую сторону. Перевернули. Окей. И теперь сделаем еще раз, то есть более тонкую мороженку. То есть снова загнем уголочек тоже по вот этой линии. То есть переворачиваем. И снова загибаем, собственно говоря. Загнули. Теперь вопрос. Откуда, собственно говоря, ну то есть откуда мы собираемся наш рефакторить? У нас должна быть какая-то отправная точка. И для рефакторинга необходима отправная точка. Смотрите, прежде чем рефакторить, у нас должно быть заранее. И мы должны иметь тесты. Неважно, юнит-тесты, n-to-end-тесты, интеграционные тесты. То есть любые тесты, CSS-регрессионные тесты. У нас тесты должны присутствовать. Также нам необходима строгая типизация. То есть чтобы мы могли на стадии компиляции проверять нашу кодовую базу. Что у нас правильно, что мы рефакторим, у нас ничего не ломается. Также необходимо обязательно регрессионное тестирование. И еще обязательным условием является рантайм-ассерты. Кто писал тесты и писал ассерт какой-то в тестах, что там что-то должно быть чем-то, ребят. Так, остальные тесты не пишут. Окей, ладно, хорошо. Нет, смотрите, вот эти тесты, вот эти ассерты вы можете писать прямо в кодовой базе. Вы можете интегрировать эти ассерты в вашу кодовую базу. И это и есть рантайм-ассерты. И этим часто пользуются в C, к примеру. Этим часто пользуются в больших библиотеках, библиотеках драйверов и прочих. То есть вот эти рантайм-ассерты, когда вы в рантайме проверяете, что вам пришло именно то, что вы ожидаете. Это тоже необходимо, но я надеюсь, как бы не только я понимаю, что это нереалистично. Что в проекте вот это все присутствовало сразу, уже сейчас. Это очень тяжело. Поэтому достаточно на самом деле двух, но как минимум два пункта из этих у вас должны быть. Иначе рефакторинг будет пустой тратой времени. Потому что для рефакторинга вы должны постоянно каким-то образом проверять, что вы ничего не сломали. То есть вы меняете кодовую базу, вы должны как-то сразу проверить, что вы ничего не сломали. Иначе рефакторинг может затянуться просто на огромное количество времени. Теперь немножко про одну маленькую вещь. Консистенция, постоянство. И здесь вот маленький нюанс, что рефакторить код намного-намного легче, если у вас все консистентно. Даже если вы одну вещь делаете неправильно. Делайте ее неправильно везде. Серьезно. Вот делайте ее неправильно вообще везде одним способом. Главное, делайте все одним способом, как можно более статично, чтобы потом было проще рефакторить. Также еще очень хорошо, если вы пройдете с такими инструментами, как Priter, ESLint и TESLint. То есть обязательно пройдитесь, чтобы проще было с кодом работать. Более простой рефакторинг. И здесь маленький трюк. Что вы можете сделать, чтобы внедрять Priter и прочее? Вы можете их внедрить непосредственно. Но потихоньку натравливать либо один файл за одним файлом, то есть натравливать их по одному файлу. Либо с ESLint и ESLint выключить все правила и включать по одному правилу. И постепенно за какие-то, я не знаю, несколько дней вашу всю кодовую базу покрыть необходимыми правилами, привести ее к одному необходимому внешнему виду. Теперь возвращаемся к нашей мороженке и давайте второй край, собственно говоря, сделаем. И сделаем, собственно, внешний вид, как вот маленькую мороженку, собственно говоря. То есть приведем это все к такому виду. То есть у нас снова выглядит она таким образом. Окей, теперь смотрите. Вопрос когда. То есть когда необходимо делать тот или иной рефакторинг. И здесь есть на самом деле очень хорошая метрика. Называется она запашок в коде. Или код smells. У кого код пахнет, ребят? Не стесняйтесь, мы все свои. Да, пахнет. А на самом деле запах-то категоризирован. То есть на самом деле существует 23 разных запаха. То есть люди постарались и нюхали внимательно, нюхали код и сделали 23 разных запаха и 5 категорий. Я не буду сейчас останавливаться на каждом запахе конкретном, на код smells. Но я расскажу про 5 основных категорий, чтобы вы приблизительно понимали, что откуда. К примеру, базовые основы все-таки. И первая категория запашка — это большой размер. То есть когда наша кодовая база начинает разрастаться в каких-то неправильных абсолютно пропорциях. То есть когда нам приходится очень много писать. Когда мы пишем очень много кода, очень много boilerplate. И называются они bloaters по-английски. То есть большой размер. Следующий тип запашка — это абузера. Это фактически запах, который возникает, когда мы начинаем что-то использовать не так, как необходимо. Либо увлекаемся. К примеру, увлекаемся промисами, генераторами, абзероблами. То есть когда-то уходим слишком вперед. Увлекаемся объектно-ориентированным программированием. Или еще чем-то. Следующий тип запахов — это change preventers. То есть это запах, который возникает, когда на одно небольшое изменение приходится делать очень много изменений в других разнообразных местах. Либо рядом, либо где-то в других файлах. То есть вкратце, это запах возникающий, когда нам тяжело менять кодовую базу просто потому, что мы сделали одно изменение и сломалось где-то в третьем месте. И нам еще надо там что-то поменять, чтобы у нас все-таки заработалось. Называются они change preventers. Самый легкий из всех запахов, которые легче всего избавиться, это излишки. Dispensables. Это означает, что у нас код начинает пахнуть от того, что у нас просто появляется много лишнего. Фактически, если мы удалим какой-то код и у нас ничего не сломается, это яркий пример dispensables. То есть это то, что не необходимо, не несет какой-то ценности. К примеру, комментарии в коде, которые говорят, комментарии над методом delay, в котором написано this function delay something. То есть эта функция что-то удаляет. То есть бессмысленно, абсолютно ненужное, и это просто и является излишкой. Каплеры. То есть это, скажем так, запашок, который возникает, когда у нас появляется четкая связанность, сильная связанность между кодовой базой. Когда у нас появляются зависимости. Тоже возникает проблема, что изменение какой-то одной части кода ведет к изменению уже другой части кода. Или мы не можем что-то изменить, пока не изменим другое. То есть, соответственно, это здесь каплеры, они тоже очень хорошо демонстрируют именно связанность, проблемы связанности, которые у нас возникают. Окей. Вот мы знаем приблизительно пять этих групп, понимаем приблизительно, откуда запах идет. Теперь давайте вернемся к нашему мороженому и сделаем вот такой вот ход конем. То есть возьмем и уголочек завернем наверх. То есть, чтобы хвостик у нас коснулся верха, грубо говоря. Вот таким вот образом. И сделали. Теперь смотрите, как? Теперь главный вопрос. Наконец-то давай уже сейчас расскажу, как это делать. Смотрите. Первое, что нужно сделать, надо прочитать три книги. Ага. Вы думали, я вам сейчас расскажу какой-нибудь хитрый способ, да? Который, который не надо книжки читать. Нет. Нет-нет-нет-нет. Надо прочитать три книжки. Первая книжка — это рефакторинг Фаулера. Вторая — рефакторинг Two Patterns. Это Кирьевский и Design Patterns, Gang of Four, да? Банды четырех. Все эти три книжки необходимо прочитать. Вы сейчас можете подумать, ну блин, три книжки технические, тяжело, долго. На самом деле нет. Смотрите. Помните, я задал вопрос с сериалами? Да? Вы все дружно поднимали руки, радостно. Смотрите. Есть сайт readingland.com. И он говорит так, что вот на первую книгу у вас 39 часов уйдет, 36 и 33 часа. Это приблизительно столько, сколько вы потратили на просмотр шесть сезонов какого-то сериала. То есть не говорите, что это сложно. На самом деле это не сложно. Это всего лишь четыре месяца, если вы будете тратить по одному часу в день. То есть вы можете изучить все эти книги и освоить все необходимое для того, чтобы быть профессионалом рефакторинга. И сейчас я расскажу кое-что интересное. Как только вы прочитаете все эти книги, потратите наконец-то, решитесь потратить этот, то если вы будете читать, то вы найдете очень интересную секцию. У каждого рефакторинга будет интересная секция, называется механикс. И она является неким рецептом. Если посмотреть внимательно, то у нас есть подробные шаги. То есть у каждого рецепта, у каждого какого-то рефакторинга есть четкий рецепт. И у каждого рецепта есть шаги, и у каждого шага есть еще ссылка на другие рецепты. То есть один рецепт может содержать другие рецепты. Благодаря этому такая комбинаторика получается. Окей, у нас есть рецепты рефакторинга. Но что делать? Как дальше поступать? Смотрите, у нас есть наш запашок. У нас в код чем-то пахнет. У нас есть некоторые рецепты, как рефакторить. На самом деле есть четкая связь между запахом и тем, какие инструменты для рефакторинга нужно применять. Мало того, эта связь не только есть. Ребята из Industrial Logic создали для нас готовую таблицу, хэштейбл, где есть маппинг конкретно. Если посмотреть внимательно, то здесь есть описание какого-то запаха, код смелл. Здесь есть ссылка на страницу книги Fowler. То есть это 80-я страница, в которой описывается какой-то код смелл. То есть мы нашли эту страницу, нашли этот код смелл. Дальше что мы делаем? Дальше у нас есть маппинг на то, какие рецепты необходимо применять. То есть, к примеру, feature Envy, чтобы от нее избавиться, нам надо воспользоваться экстракт методом со страницы 110, потом move метод из страницы 142, а потом move field из страницы 146. То есть нам не нужно даже вообще думать, чтобы рефакторить. То есть за нас уже подумали, уже этот есть маппинг. Тут не нужно ничего вообще делать. И, ну, соответственно, есть ссылки. Все решено за нас. Нужно лишь немного практики. То есть потратить, я не знаю, там полгода, код, для того, чтобы прочитать все книги, найти страницы и все необходимое. И тут, я надеюсь, вы радостные, потому что, блин, я вам показал готовый рецепт. Вам не надо даже думать. Вы радостные, ребят? Да? Да, да. Давайте поаплодируем, чтобы понятно было, что вы радостные. Да, супер, супер. Нет, не надо. Стоп. Стоп. Не надо радоваться. Не надо. Тихо. Смотрите, на самом деле, не бойтесь. Я не хочу вас обманывать, не хочу огорчать и говорить, что это единственный путь. На самом деле, есть путь попроще. Можно выйти на сайт sourcemaking.com, зайти в раздел код смел, подобрать код смел по определению необходимый, получить ссылку на конкретные рецепты. В каждом рецепте есть ссылка на пример того, как производить тот или иной конкретный рефакторинг для четырех языков программирования. JavaScript, к сожалению, из них нет, но вы можете подобрать ближайший, похожий вам, или выбрать Java. По умолчанию он все равно очень похож. То есть у вас все, в принципе, необходимое есть. То есть все, что необходимо, у вас есть под рукой. То есть на самом деле я бы сам хотел знать о существовании этого сайта чуть пораньше, до того, как я читал эти книги. Ну ладно. Смотрите, у вас есть возможность начать рефакторинг прямо сейчас, просто с этого сайта. И теперь смотрите, пару демо. Первая демо — это bloaters, то есть размер, именно длинный метод. Смотрите, есть некий метод из библиотеки, из одной игры, которая проверяет коллизии, то есть проверяет, что у нас есть ли совпадение, ударились мы обо что-то или нет. И метод довольно длинный, его тяжело читать. Давайте применим, собственно говоря, рецепт. Называется он extract method. То есть мы посмотрим, у нас кодовая база состоит из трех кусков. Первый проверяет, первый восстанавливает определенную переменную, которая равна позиции, где у нас находится элемент. Дальше мы находим все тайлы, которые попадают в эти квадраты, и после чего запрещаем изменения, запрещаем падения, то есть выполняем некий collision detection. То есть у нас есть три кусочка кода. Давайте два из них вынесем. То есть первый, он очень хорошо и очень ясно выносится в отдельную функцию, которая называется getYbound. То есть мы выносим эту кодовую базу туда. Второй кусочек, который очень хорошо выносится, это кусок, который выполняет непосредственно проверку на коллизии, то есть не дает упасть или провалиться какому-то элементу. Его тоже можно хорошо очень вынести в метод, это abstract entities, то есть в отдельный какой-то метод. Теперь смотрите, вот наш метод, человек Y, теперь выглядит так. То есть он не выглядит огромная портянка на всю страницу, это всего лишь, я не знаю сколько, раз, два, три, четыре, пять, ну четыре строчки кода, то есть всего четыре строчки кода. Метод теперь абсолютно читаемый. То есть если сейчас посмотреть, то все абсолютно понятно. Мы берем Ybound у нашей сущности какой-то, находим все совпадения, после чего для каждого совпадения запрещаем какие-то действия. Мало того, после вот этого рефакторинга вы тут же начнете замечать, где сделать следующий рефакторинг. То есть сейчас, если посмотреть внимательно, то мы можем найти следующий запашок, называется он Feature Envy, который является у нас из каплеров. То есть у нас видно, что у нас вот наш класс использует в основном entity данные. То есть этот метод не использует никаких своих данных из своего класса. Он использует все данные из класса entity. То есть фактически здесь у нас что-то уже не так. То есть фактически мы передаем какую-то responsibility куда-то не туда, не в те руки. И здесь, соответственно, можно Feature Envy уже применить, но сейчас не будем. Я хочу показать еще одну демп. И вот смотрите, яркий пример, что у нас произошло. Кодовая база на самом деле не уменьшилась. То есть не смотрите, это оптическая иллюзия, оптический обман. На самом деле вся кодовая база потом просто перешла в другие методы. Но конкретно метод CheckY теперь понятен и простой. Он состоит из четырех строчек, которые мы легко можем понять. И другие методы, они тоже маленькие и простые. Их легко понять. А теперь генераторы. Ребята, кто любит генераторы? Generators. Кто Saga там использует? Есть такие люди. Супер. А теперь давайте, если я скажу, что генераторы это вообще страшно, никогда их не нужно использовать. Ужас вообще побивал бы всех, кто, особенно на синхронном коде генераторы. Теперь давайте вот сейчас я спрошу. Ребята, кто использует генераторы? Да, ну меньше рук, ну слава богу. Ну хорошо, ладно, кого-то убедил. Смотрите, на самом деле проблема генераторов не в том, что их часто используют не по назначению. К примеру, их часто используют для работы с синхронным кодом. Яркий пример. Здесь создается другой массив из одного массива данных, создается другой массив данных. И делается с помощью генераторов. То есть у нас проходится по определенным массиву данных, и из этих данных генерируются другие данные. Но все это делается синхронно, и генераторы здесь просто не нужны. То есть если посмотреть, у нас один генератор, WalkTiles, использует другой, ExpandRanges, и он использует метод ExpandRange. Вот если посмотреть, то здесь вот эта кодовая база, она, ну скажем так, не знаю, на мой взгляд она не выглядит простой, она не выглядит понятной. И в отладке она будет хуже, и в производительности. Давайте попробуем применить у нас, соответственно, ExtractMethod. Что мы сделаем? Мы, во-первых, ExpandRanges перевернем и воспользуемся функцией высшего порядка. И просто пройдемся по нашим ranges и возвратим результат. Дальше, соответственно, ExpandRanges опять же тоже возьмем и вывернем наизнанку спокойно. И воспользуемся функцией высшего порядка. То есть вместо Yield просто возьмем и пройдемся мапом по нашим данным. И как в верхней функции вместо Yield возьмемся и пройдем мапом по нашим функциям. Благодаря чему у нас код становится синхронным, легко отлаживаемым, и у нас нет проблем с производительностью. Мы не пихаем промисов в синхронный код, что просто не нужно. Вот смотрите, давайте теперь вернемся к нашему лебедю. И сделаем небольшой такой, как говорится, где-то на середине приблизительно. Возьмем и загнем сверху вниз. Из того, что мы сделали, у нас вверху был, и теперь сверху обратно вниз чуть-чуть. То есть такой зигзаг получился. Теперь смотрите, последний вопрос. Зачем? Ну вот зачем рефакторить? Зачем столько усилий тратить? Зачем все-таки это делать? Я напоследок хочу просто просуммировать. Смотрите, во-первых, мы упрощаем кодовую базу. Рефакторинг реально упрощает код, сделанный правильно. Мало того, вы подготавливаете почту для будущих изменений. В дальнейшем изменения вам будет вносить намного проще. Потом скорость выполнения заданий увеличится, потому что кодовая база станет проще, понятнее, будет проще внедрять новое изменение. Вы будете понимать, куда тот или иной код воткнуть. Улучшится понимание кодовой базы, потому что код, который вы отрефакторили, вы понимаете его лучше, потому что вы с ним поработали, вы в нем разобрались, и вам будет легче просто с ним работать. И код, который просто разобран на такие более мелкие, более понятные вещи, который менее связан, он просто лучше читается намного. Теперь смотрите, давайте еще одно действие сделаем. Теперь смотрите, что нам нужно сделать. Нам нужно свернуть наш этот и теперь смотрите, сделать интересный жест. Нам нужно нашего журавлика поднять верхнюю часть, придерживая нижнюю, чтобы у нас получился вот такое хитрое изображение. Смотрите, то есть мы придерживаем, поднимаем верхнюю, придерживая нижнюю, при этом чтобы у нас все было плоско, более-менее. То есть чтобы у нас, грубо говоря, все было изогнуто зигзагом таким. Так, окей. Все, сделали. Теперь смотрите, небольшой бонус. Смотрите, для того, чтобы рефакторинг довольно сложная задача. И, к сожалению, конкретно в JavaScript очень мало автоматических инструментов. То есть нет инструментов, которые бы за нас находили запахи автоматические. Говорили, что вот здесь вот такой запах, здесь такой запах, здесь такой запах. Поэтому что мы можем применять? Единственное, что мы можем использовать, это ESLint и ESLint правила, которые находят так называемые цикломатик комплекси, то есть цикломатическую сложность. Вы можете их использовать для того, чтобы находить blotter. То есть вы можете находить классы или функции, которые разрастаются очень сильно. То есть вы можете использовать, по крайней мере, вот такой подход, собственно говоря, чтобы находить все необходимое. WebStorm также, чтобы похвалить IntelliJ IDEA. У них есть огромное количество инструментов встроенных, особенно если вы используете TypeScript для рефакторинга. То есть фактически все те рецепты, все те примеры, к примеру, экстракт метод, вам единственное, что нужно сделать, нажать правой клавишей мыши, ввести таргет, куда экстрагировать метод, и за вас все сделается. То есть WebStorm в этом плане очень хорош. Он имеет огромную базу для рефакторинга. Если у вас нет, к сожалению, необходимости или вы не хотите сидеть, то вы можете воспользоваться CodeMetrics. У них есть плагин для Visual Studio Code, который позволяет вам показывать сложность вашего кода, и вы можете визуально видеть, какая функция, когда она начинает разрастаться очень сильно. Также вы можете использовать плагин по названию MoveTS, который немножко упростит вам рефакторинг вашего TypeScript кода Visual Studio Code. В WebStorm этот функционал встроен по умолчанию уже. То есть если Visual Studio Code, можете воспользоваться таким плагином. И теперь давайте последнее, что мы сделаем. Возьмем нашу птичку. И смотрите, в хвосте у нас есть два листа между ними. Вам нужно нежно засунуть два пальца между двумя этими листами в хвост птички и немножко, чуть-чуть воткнуть дальше, чтобы верхняя часть поднялась. Хорошо писал. Все. И дальше, после того, как она поднялась, вот приподнялась, верхний листочек приподнялся, вам нужно его закрепить. Давайте я сейчас тут пару раз покажу, просто чтобы вы видели. То есть нежно засовываете два пальчика, поднимаете, пока он поднимается, верхняя часть, разделяются они две между собой, и закрепляете верхнюю часть, собственно говоря. Все. И фактически теперь вместо вывода я вас попрошу сделать одну простую вещь. Давайте дружно поднимем вверх эти получившиеся у нас лебеди. И давайте подружно их поднимем вверх. Так, держим, держим, держим. Так, а теперь смотрите, подождите, держите еще, держите, не опускайте, не опускайте. Теперь смотрите, пока вы держите, задайте себе вопрос, чем вы хотите заниматься в жизни. Делать журавликов из бумаги или все-таки заниматься программированием, кодом. Поэтому все, можете опускать, спасибо. Задав себе этот вопрос, подумайте, очень хорошо, потому что рефакторинг очень необходимая и очень важная часть программирования. Не упускайте ее, она вам поможет очень хорошо и создавать лучшую кодовую базу, и продвигаться по карьерной лестнице, и много всего хорошего. А делать журавликов вы можете оставить уже другим людям. То есть давайте разделять обязанности, ребята. Все, всем спасибо. Аплодисменты, журавлики! И у нас есть несколько минут, 5-7, чуть побольше, чтобы ты смог выбрать лучший вопрос. Ты потом нам скажешь, лучший вопрос спрашивали про это и пальцем примерно, а мы найдем и отметим. Итак, помогите мне, кто спрашивает первым, да, раз, два, три, прошу. Леша, спасибо за доклад. Вообще, я хотела дополнить, что есть еще такой сайт refactoring.guru, он тоже про запахи кода на английском, на русском. Там, к сожалению, нету примеров, так как можно почистить именно, но там классные картинки. Там примерно про то же, они связаны между собой, как можно их пофиксить и что сделать. Да, хорошо, я обязательно добавлю тоже ссылку на него. Факторинг.guru. Да, я обязательно добавлю ссылки на все ссылки. Далее. Следующий вопрос вот я вижу на галерке. Можно? Здравствуйте, я здесь слева от вас. У меня такой вопрос. Как отрифачить бизнес-логику, которая написана на триггерах? С чего начать? Ну, то есть очень много логики написано в базе данных на триггерах, на разных модулях, и она вся пересекается. Вы имеете в виду именно процедуры внутри конкретно SQL базы, да, уже? Да. Да, смотрите, что я могу здесь посоветовать, то есть потихоньку, смотрите, вы хотите улучшить код в самой базе, или все-таки хотите вынести все-таки эту кодовую базу из… Мы хотим вынести его, потому что там не место бизнес-логики, а она как бы там содержится и размазана прям вот по триггерам. Смотрите, что вы можете сделать, вы можете использовать, есть так называемый экстракт-метод подхода, просто посмотрите тоже на рефакторинг-гуру, и просто сами попробуйте, то есть фактически старайтесь вынести в отдельные методы, с первым шагом вынести в отдельные методы все, что связано с бизнес-логикой. То есть вы ничего не меняете, у вас по-прежнему функции, но у вас будет вместо одной функции две, да, то есть вы наоборот, с первым шагом вы увеличиваете количество функций, и вынести вот в отдельные функции их даже, то есть одна функция может на 10 даже придется поделить, то есть чтобы у вас четко было видно, какие функции связаны именно с работой базы данных, какие связаны с бизнес-логикой. Это шаг номер один, который я бы посоветовал. Второй шаг, что можно сделать, это потихоньку выделять именно триггер и действие. И потихоньку вот это действие выносить непосредственно в нативную кодовую базу. Тут можем обсудить уже как-то подробнее. Но то есть концептуально первым шагом разделить, начать именно с разделения. То есть четко видеть, где у вас, чтобы вы четко видели эту границу. Что вот у нас бизнес-логики здесь, я не знаю, 10-20%, и она находится вот здесь, здесь, здесь. Чтобы вы четко видели эти места. И дальше вам будет просто легче самому даже понять, куда дальше ее двигать, что с ней делать. Возможно, у вас 90% будет бизнес-логики, и там будет тяжело что-то изменять. Возможно, у вас 5% и проще ее заново написать будет. Ну, образно говоря, да. То есть первым шагом экстракт-метод, а дальше уже тут нужно уже смотреть. Я суммирую, что слона очень хорошо есть по частям. А следующий вопрос, пожалуйста. Подходите потом, если. Алексей, привет, я здесь. Спасибо за доклад. У меня есть вопрос. Ты очень классно проблему раскрыл как программист программисту. Может быть, ты можешь дать пару советов, как о таких вещах правильно разговаривать с представителем бизнеса, которому сложность кода ничего не говорит. Как убедить бизнес, что рефакторинг это нужно, и на это нужно закладывать 10%? Ну, смотрите, я бы просто подошел с двумя плюсами, которые я говорю. Плюс номер один, подходишь и говоришь, ребята, а рисков никаких не будет. Вот я сейчас от рефактора, ничего не произойдет, ничего не сломается, ничего не изменится. Рисков ноль. Потому что первое, что бизнес боится, это риски. То есть вы говорите, я что-то улучшу, они такие думают, блин, погоди, вот ты сейчас улучшишь, оно станет хуже. Да, и как бы риски. Первое, вы говорите, никаких рисков. Второе, у них следующий вопрос скажет, а зачем нам что-то делать, если, извини, ну как бы ничего не изменится. То тут вы приходите с плюсом номер два, который говорите, что хотите, чтобы у вас фича, вот мы выполняли ее не за неделю, а за, ну не за пять дней рабочих, а за три дня. Допустим, не за три дня, а за два дня. То есть не за три поинта, а за поинт, допустим, образно говоря. И рефакторинг вам именно это и позволит делать. То есть продавать именно вот таким способом, по крайней мере, рекомендую. Первое, отсутствие рисков. То есть рефакторинг, сам по себе, если его делать, как правильно его делать, не сразу изменяя код, а именно изменяя структуру кода, не меняя его логику выполнения, вы ничего не ломаете. Первое, то есть рисков ноль. А второе, это то, что вы впоследствии можете внедрять что-то быстрее. Бизнес всегда хочет скорость. Вы им и продавайте скорость. То есть вы им и говорите, вы не соврете здесь. Я здесь не вру, и вы не соврете, когда скажете, что внедрять фичи будет проще, у вас больше людей будет понимать, как кодовая база работает, у вас автобусное число увеличится. То есть, грубо говоря, для бизнеса здесь огромное количество плюсов. Здесь главное подать их. Первое, что никаких рисков. И второе, что у вас в дальнейшем появится огромное количество плюсов. Ну, то есть понятно, что если они хотят результат конкретно прямо сейчас, то объясняйте им, что, ребят, вы же будете получать еще быстрее эти результаты. То есть вы будете их получать большее количество. То есть именно, по крайней мере, я бы пробовал вот так. То есть конкретно я… Ну, у нас на рефакторинг тратится некоторое время, мне все-таки не приходится продавать бизнесу. У нас все-таки есть какое-то понимание, необходимость, технический долг, рефакторинг. Поэтому мне не приходится продавать. Но если бы я продавал, я бы продавал так. Это хороший способ. Спасибо. Коллеги, прошу вас. Всегда ли можно отрефакторить проект? Или все-таки бывают случаи, когда лучше заново все переписать? Да, слушайте, хороший очень вопрос. У меня коллега сказал так, что есть инь и янь. То есть есть человек, который говорит, давайте отрефакторим, а есть человек, который говорит, давайте все перепишем. И по-хорошему они должны бороться. Знаешь, вот такой баланс должен быть. То есть у тебя постоянно в тебе должны оба этих существа бороться. И в какой-то момент все-таки лучше переписать, а в какой-то момент все-таки лучше отрефакторить. Почему я предпочитаю людям рассказывать про рефакторинг? И вот сейчас рассказываю больше про рефакторинг, а не то, как про пересадить с нуля. Потому что люди часто игнорируют рефакторинг. То есть, грубо говоря, очень много людей, которые предлагают переписать, не знают даже, что можно отрефакторить. Что вот это даже есть опция вообще. И это не какая-то магия какая-то непонятная, которая непонятно сколько времени, непонятно как делать. Есть четкие инструкции вообще, веб-сайты с картинками и примерами кода, как это делать. То есть это не какая-то магия, и это легко и просто делать. То есть как минимум нужно учитывать оба варианта. И, к сожалению, иногда бывает проще переписать. Проще переписать, если кодовая база, опять же, небольшая. Если кодовая база 2 миллиона строчек кода, то проще все-таки рефакторить. Справедливо. И, коллеги, последний вопрос. Здравствуйте, спасибо за доклад. Скажите, а как часто надо принюхиваться к коду, чтобы понять, что уже пора? Мы вот раз провели рефакторинг, какое время еще проходит, чтобы еще раз заняться этим? То есть как часто рефакторить фактически, да? Ну, как часто, да. Проверять на то, что появились ли эти запахи или нет. Да. Ну, смотрите, к сожалению, автоматизированных инструментов нет, поэтому проверять придется вручную на первых порах. И здесь, к сожалению, только практика. То есть конкретная практика. В основном самое главное – это интуиция программиста, когда они понимают, что здесь что-то плохо. То есть самый простой способ – это понимать на, к примеру, менеджерам. То есть программисты сами могут видеть, а менеджеры-карьеры могут видеть, что если они постоянно просят изменения в каком-то куске кодовой базы, к примеру, в компонентах базовых кто-то пытается что-то добавить, и это всегда занимает долго времени, это всегда долго, это всегда люди делают долго, много багов происходит, то это вот знак, что там можно выделить время на рефакторинг. Да, то есть, к примеру, так. Ну, а у программистов, к сожалению, пока только интуиция автоматизированных инструментов, кроме цикломатик комплексити для поиска блоутеров, особо нету. К сожалению, здесь надо использовать практикой. Здесь только набивая практику и интуицию. Так, секунду, мне надо синхронизироваться с будущим. У меня есть специальная предсказательная печенька. Аккуратненько ломаем, извлекаем, читаем. Задержи их, варим пиво. О, это был не последний вопрос. Мы еще можем парочку. Напомогаем. Вопрос про то, что нельзя трогать бизнес-логику. А если рефакторинг непосредственно связан с бизнес-логикой, то есть накопился какой-то технический долг, там dependency hell, и рефакторинг ведет к тому, что домен-модель можно упросить непосредственно. Может тогда не избегать и набраться смелости и все-таки вмешаться в бизнес-логику? Нет, смотрите, вот не стоит, то есть вы рефакторить можете любую часть, любой слой архитектуры, как view, так и бизнес-логику. То есть рефакторить спокойно все. Рефакторить вы можете вообще все. Но помните, что я слышал очень классную аналогию, что когда вы рефакторите, вы одеваете одну шляпу, шляпу рефакторинга, то есть вы находите в ней. Как только вы начинаете улучшать что-то, вы должны эту шляпу снять и надеть другую. То есть вы всегда должны четко разделять два этих процесса. Потому что иногда очень хочется, я вот этот рефакторил, я в процессе рефакторинга, но я же могу сразу внедрить вот эту вот новую фичу, которую я очень люблю. Не надо. То есть цель рефакторинга, почему он эффективен, почему его советуют, почему он, в чем его эффективность. То, что у вас есть тесты, регрессионные еще, ну я говорил, базовые необходимые вещи, да, вы изменяете код, тут же прогоняете, перекомпилируете, проверяете, все работает, все супер. То есть вы можете очень быстро рефакторить, а после этого, после быстрого рефакторинга добавить необходимую вам фичу. То есть, грубо говоря, всегда старайтесь разделять, потому что очень хочется, когда вы рефакторите, вы видите, что кодовая база стала лучше, очень хочется тут же одновременно добавить новую фичу, еще что-то сделать. Вот старайтесь это разделять, старайтесь разделять эти два процесса. Это очень тяжело, конечно, потому что соблазн всегда есть, соблазн, но очень рекомендую именно разделять. То есть сначала вы просто улучшили кодовую базу без каких-либо изменений в процессах, Вообще в любых внешних процессах. А потом уже добавляете новые фичи или исправляете баги. То есть четко делите вот эти два кейса. Так, следующий вопрос здесь, а тот микрофончик скроллится вправо. Прошу. Лех, привет, спасибо. Смотри, давай еще поговорим. Где эта разница, когда ты еще рефатчишь или ты уже переписываешь? Где вот эта грань? Есть вот этот раздел? Грань очень простая. По-хорошему, самая эффективная грань – это тесты. То есть если есть довольно хорошее покрытие тестами, тесты в этом плане просто идеальны. Так же, как и компиляция. То есть, грубо говоря, если ты берешь тест, ну, тесты вообще идеальные самые. То есть если ты берешь, изменяешь код, рефакторишь, и тесты продолжают работать, значит, все нормально. То есть фактически. То есть это один из самых эффективных показателей того, что ты именно рефакторишь. Как только ты начинаешь что-то менять, и тебе надо дописать тест, добавить тест, удалить тест, от рефакторить тест, ты уже перешел к грань рефакторинга. Ты начинаешь заниматься уже больше багфиксингом, еще что-то. Исключение занимает только blackbox, точнее, наоборот, whitebox-тесты, которые обращаются к приватным переменам. Потому что ты меняешь внутреннюю структуру класса, у тебя класс обращался тоже к внутренним областям. Ну, то есть здесь нужно просто понимать, что если у тебя есть whitebox-тесты, то они могут ломаться при рефакторинге. Все, что касается blackbox-тестирования, оно не должно ломаться. То есть все тесты, которые являются blackbox-тестами, да, юнит-тесты, они не должны ломаться. Если они ломаются, то, значит, в этом есть проблема. То есть ты уже перешел вот эту грань. Уточнение. То есть получается, что, ну смотри, если у меня есть какой-то класс, вот, я его просто полностью, вот, вообще выкинул весь код, я его просто переосознал, но мое API этого класса на уровне AST не изменилось, по факту это еще осталось рефакторингом. Или уже можно заявить, я его переписал. Нет, смотри, даже не обязательно этот класс, даже, возможно, какой-то некий интергейционный тест, который использует этот класс, он продолжает работать, и ты этот класс вообще от него избавился. То есть есть рефакторинг методы, которые inline от класса, полностью от них избавляются. Если у тебя продолжает, к примеру, внешний класс, который использует его как зависимость, продолжает работать, то все нормально, ты продолжаешь как бы находиться в рамках рефакторинга. Но опять же, здесь нужно использовать все-таки здравый смысл, потому что тесты не стопроцентный показатель, к сожалению. Здесь просто главное концентрироваться на том, что у тебя не вносить изменений в поведение. Коллеги, следующий вопрос справа. Прошу. Алексей, спасибо за доклад. Допустим, я пришел к менеджеру, объяснил ему, зачем нужен рефакторинг, и он задает свой любимый вопрос, сколько тебе времени на это нужно. Особенно если нужно рефакторить код, который я вообще не писал, и вообще не знает, что там происходит, как оценить рефакторинг? Да, рефакторинг на самом деле занимает, если его делать по инструкции, по шагам конкретным, вы можете делать его абсолютно итеративно. То есть, грубо говоря, вы можете рефакторинг, который, к примеру, избавляется от код смела, к примеру, экстракт метод, который я делал, делать вот эти три куска каждый один раз в неделю. Сначала в одну неделю вынести один метод, на следующей неделе вынести второй метод. То есть, вы можете растянуть это настолько, насколько бизнесу необходимо. К примеру, бизнес может вам выделять, они согласны вам выделять, я не знаю, сколько-то час в неделю на рефакторинг. Этого вполне достаточно, чтобы уже производить непосредственно рефакторинг. Он будет медленный, безусловно, но вы уже сможете делать рефакторинг. То есть, главный плюс рефакторинга, то, что он итерационный, и то, что он состоит из конкретных шагов. То есть, вы можете каждый конкретный шаг потихоньку применять. И тут зависит уже от того, насколько хорошо у вас пройдут переговоры, насколько вы хорошо донесете вот эту мысль о том, что в дальнейшем вы улучшите работоспособность и улучшите просто удовольствие работать над кодом и общее самочувствие в команде. Просто может быть такая проблема, что ты какую-то малую часть времени выделил на рефакторинг, а большую часть времени пишешь код, и у тебя новые технические долги как бы не закрываются рефакторингом. И получается такой бесконечный процесс. Да, но, к сожалению, здесь очень сложно. Здесь, к сожалению, единственный такой шаг будет, это уже обсуждение в команде. И, грубо говоря, то есть вы делаете рефакторинг, после чего обсуждать в команде. Ребята, смотрите, я вот отрефакторил, вот это было плохо, вот это лучше. И на ревью уже отлавливать вот эти новые кейсы. То есть не допускать появления новой кодовой базы, которая ведет себя по-старому. То есть здесь, к сожалению, только так. Потому что иначе, если у вас бесконтрольно вливается код, кодовая база в ваш репозиторий, у вас нет ревью процесса, и вы его вообще никак не можете контролировать, но, к сожалению, здесь я ничем не могу. То есть если у вас можно коммитить все, что угодно, то, к сожалению, здесь будут коммитить все, что угодно. То есть нужен рефакторинг. То есть, извиняюсь, код-ревью. Код-ревью – это единственный способ, который вас спасет от появления вот этой разрастания вот этой старой кодовой базы и вот этих ошибок старых. Это следующий. Да. Спасибо.